На базе комплексного центра социального обслуживания после летнего перерыва возобновило работу отделение дневного пребывания граждан. Множество медицинских и общездоровительных услуг для взрослых и детей, причем для некоторых абсолютно бесплатно. Все подробности у Владимира Рожина. Кабинет детского массажа в комплексном центре социального обслуживания населения один из самых посещаемых. К Людмиле Маржиедовой специалисту с 22-летним стажем стараются попасть в первую очередь. Женщина признается, потребность в массаже в последнее время возросла. Все чаще встречаются пациенты с неправильной осанкой. Потом школа, у них сидят дома, сгибаются телефоны наши, да, много диагнозов. У кого-то неврозы, энурезы. Даже если у нас сейчас старшеклассники приходятся с колиозами первой-второй степени. Ну вот по назначению врача делаем процедуры, да. Ну а для тех, кто постарше, есть еще один кабинет массажа. Впрочем, туда пациенты приходят совсем другими жалобами. У тебя 16 лет парализован, у меня инсульт был. А вот здесь хожу и нормально, сама. Так что все нормально. Персонал, медицинский там слов нет, хороший. А технический тоже. Все уважительно, все к уважениям таким всем нам относятся. Сегодня оздоровление проходят 41 человек, среди них 23 ребенка. В основном процедуры предназначены для общего укрепления иммунитета. Например, для профилактики ОРВИ есть ингаляторий. Солевые ингаляции, противопростудные, вирусные, от насморка, противовоспалительные. Это как соляная пещера. И ультразвуковая тоже на физрастворе идет. Бронхиты, противовоспалительные, верхних дыхательных путей. Профилактика. Всем детям и взрослым. Детки очень любят эту процедуру и взрослые очень любят процедуру. Помимо узконаправленных медицинских услуг, есть также общеукрепляющие занятия. Например, релаксирующая комната или зал для оздоровительной физкультуры. В список процедур входит также трудотерапия. Здесь пациенты мастерят различные подделки или даже вяжут предметы одежды, которые потом передают в детский дом. Пройти курсы оздоровления могут все желающие. Причем для отдельных категорий граждан занятия проводятся на льготной основе. Это может быть в разном виде. То есть есть льготная категория граждан, которые могут эти услуги получить бесплатно. Есть категория граждан с частичной оплатой, с полной оплатой по индивидуальной программе. То есть на каждого получателя социальных услуг составляется индивидуальная программа. Зависит именно бесплатная оплатная или частичная оплата. Это от среднедушевого дохода. Как заявили сотрудники учреждения, спектр услуг для оздоровления будет расширяться. Уже в ближайшее время пациенты смогут принимать...